Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, что делать, если муж не хочет понимать меня, понимать мое состояние. Прошу, чтобы он больше бывал дома, он работает вахтой, по приезду гуляет со своими друзьями до утра. Внимание мне уделяет, мама меня не слышит, если я ему что-то рассказываю или прощу о чем-нибудь. Он сразу же там начинает в телефоне копаться или смотреть телевизор, или здесь скажет, что ему куда-то надо. Знаю, у него никого нет кроме меня, но поведение его я не понимаю, жена-то два года и дочь хочет, чтобы родила сына. В воспитании дочери участвует очень мало, не понимаю, если он даже с дочкой один на пять минут не может остаться, зачем ему еще и сын. Лично я пока не готова. Дочке годик, мне двадцать, ему тридцать один. Хочу съехать от сестры его в город, мы живем в деревне, его сестра с нами, он не хочет оставлять сестру одну без работы и семьи. Все проблемы в целом идут от сестры, он не хочет понимать меня, когда знает, что с сестрой его очень непросто. Как убедить мужа жить отдельно, что это неправильно, когда в семье между женой и мужем есть третий личный. Мне некомфортно с ней всегда лезть наши разговоры, подслучивать наши разговоры, мои разговоры по телефону. Лезть туда, куда не надо, уже даже в последнюю нашу жизнь лезть, никакой личной жизни. Поговорить не можем лично без нее. Подскажите, как уговорить и убедить его жить отдельно своей жизнью. Заранее. Спасибо. Аноним. Психологи не подсказывают, как кого-то уговорить. Более того, как бы вашего мужа изменить мы не можем, вы к нам обращаетесь вы. И, соответственно, работать и взаимодействовать мы можем с вами. С этой точки зрения я могу сказать, что здесь все стоит понимать с позиции личной ответственности. Деструктивная тенденция заключается в том, что вы считаете, что все проблемы идут от сестры. И хотя по факту проблемы кроются в ваших взаимоотношениях с мужем. И я думаю, что здесь сочетается с одной стороны отсутствие коммуникации, разница в возрасте довольно большая. Именно 11 лет, что выдает, возможно, ваши некоторые проблемы. Как что? Потребность в защите, потребность в отце, отцовской фигуры, потому что ваш муж сейчас сильно старше. И как результат, да, подавление своей детской позиции, своих желаний. То есть в таком контексте взаимоотношений человек, как правило, действует в парадигме того, что он может быть свободным и может себя проявлять только, когда, например, он полностью защищен. Из-за такой вот зависимости складывается, ну, в общем-то, не самая приятная картина взаимоотношений. Дальше. Вы, как я понял, исходя из того, что вы написали, как я понял, начали жить со своим мужем, зная, что он живет с сестрой. И, на мой взгляд, потом у вас вот что-то изменилось, потом у вас что-то поменялось. Вот. Но как-то вы, на мой взгляд, деструктивно с этим обратились. То есть вы как-то вот не выстояли личных границ в отношениях с мужем и в отношениях, соответственно, с сестрой. Вот и здесь проблематика личных границ. Дальше. Вы, замечаете вы или нет, но вы пытаетесь своего мужа поменять. Вы пытаетесь своего мужа сделать, вы пытаетесь своему мужу навязать свои желания. Эта история не очень хорошая, потому что, скорее, более конструктивным было бы здесь искать точки соприкосновения между вами, как что, ваши общие цели, ваши общие ценности и так далее. Тот факт, что у вашего мужа идет акцент на детей, говорит о том, что, в общем-то, общего названия, скорее всего, не так уж и много. И, соответственно, зачем вашему мужу в таком случае к вам прислушиваться? Откуда у вашего мужа в таком случае возникнет к вам уважение? Откуда у вашего мужа в таком случае возникнет к вам необходимость прислушиваться, если, в общем-то, личностно вы никак не взаимодействуете? И вот задайте себе вопрос, а как я воспринимаю своего мужа? Как я воспринимала своего мужа в начале отношений? Как он ко мне относился? И вы увидите, что, скорее всего, относились друг к другу исключительно как мужчина и женщина, не заостряя при этом внимание на том, какие вы личности и какие у вас ценности. На это, скорее всего, вы просто внимания не обращали. А личности, как и вы люди, определяют то, куда вы будете двигаться. В каком направлении вы будете двигаться. Как вы будете налаживать, может быть, свою жизнь, да? Вот. И может быть, если бы вы были к этому внимательны, может быть, того, что произошло, того, что происходит сейчас, не случилось бы. И вы бы не пытались своего мужа переделать. Дальше. На мой взгляд, есть проблематика того, что вы как будто бы самостоятельно решение, защищая себя и свои интересы, принимать не можете. На мой взгляд, это довольно серьезная проблема. Потому что она выдает вашу зависимость от супруга. Вот. Любая зависимость дает другому человеку чувство, такое ощущение власти над другим. Вот. При этом, в общем-то, оснований для этого, ну, как бы может и не быть. То есть нет никаких оснований для того, чтобы у вашего мужа было над вами больше власти, чем... Ну, чем необходимо, да, больше власти, чем нужно, но она у него есть. Почему? Потому что вы чувствуете себя завистью. Дальше. У меня сложилось такое впечатление, что вам в вашей жизни не интересно. То есть вам как будто бы скучно, вы как будто бы нуждаетесь в своем муже. Вы говорите ему, оставьте, услышь меня, но ради чего? Зачем? Чтобы что? Вот это не совсем понятно. То есть мне не совсем понятно, почему вашему мужу должно быть с вами интересно. Я здесь, естественно, я здесь, естественно, не к тому, что, как бы, ему с вами не интересно, а я к тому, что достаточно ли? Хватает ли между вами, как я уже и сказал, точек соприкосновения? Хватает ли между вами точек взаимного интереса? Совпадают ли ваши цели видения реальности будущего семьи? Потому что если нет, то это, на мой взгляд, уже является серьезной проблемой. Вот, дальше, я бы сказал, что то, о чем вы говорите, то есть вот, что он не хочет меня понимать и так далее, связано, как я уже ранее упоминал, с деструктивной коммуникацией. Мне кажется, попробуйте заметить, как вы говорите о том, что вам важно. С какой позиции вы об этом говорите? Мне показалось, что вы говорите об этом с позиции претензий, мне показалось, что вы говорите об этом с позиции, ну, знаете как, с позиции ты. Вы даже выражаетесь так, вы говорите, как уговорить мужа. Но зачем другому человеку делать то, что хотите вы? Вот это самый главный вопрос. Для чего, если его, например, все устраивает? Ради вас. Но, чтобы делать что-то ради вас, нужно вас уважать. Нужно вас ценить. А ценность и уважение напрямую зависят от того, что вы из себя представляете. Как вы демонстрируете свою позицию? Если в ваших отношениях присутствуют, например, только дети. Если в ваших отношениях, например, присутствует только семейный аспект. Это очень приборный знак. Это говорит о том, что как бы очень предметно и материалистично вы воспринимаете друг друга. Вполне нормально, что и вы своего мужа тоже. Вот. Дальше. Ладно говорить о своих чувствах, о том, чего вы хотите. О своем состоянии. И получать на это обратную связь, собственно говоря. Вот. То есть, иными словами, если вы говорите своему мужу о том, например, если вы говорите своему мужу, что вам, ну, к примеру, что-то некомфортно. Да. Если вы говорите своему мужу о том, что вам от чего-то больно, если вы говорите своему мужу о том, что вам чего-то хочется, например. То смотрите на его реакцию. Смотрите на его поведение. Чего вам хочется для своего мужа, например. Тоже очень интересный, как мне кажется, аспект. А? Чего вам хочется для своего мужа. И хочется ли вам вообще чего-то для своего мужа. Согласитесь, что так, скорее всего, вы себя не верили. Согласитесь, что с такой позиции вы, скорее всего, на вот человека, да, не смотрели. А это ведь очень-очень важно. Очень важно, чтобы вы говорили своему мужу о том, чего вы для него, например, хотите. Понимаете? Понимаете? Но здесь вступает в силу как раз-таки ваша поведенческая модель. То есть, если вы занимаете, скажем так, детскую позицию, потому что воспринимаете своего мужа как отца, да, или как в данном случае кого-то, кто старше вас, и кого-то, кто вам должен, то, понимаете, начинается деструкция. Когда вы говорите про, например, то, что вы не готовы к еще одному ребенку, это вполне нормальная история. Это вполне нормальная ситуация на самом деле. Но заметьте, пожалуйста, то, что вы как будто бы оправдываетесь, как будто бы не уверены в себя. Вам как будто бы нужно, опять же, разрешение вашего мужа на то, чтобы не рожать еще одного ребенка. А правда в том, что вам никакое разрешение в общем и целом не нужно. Но пока-то вы ведете себя именно так, как будто оно вам нужно. И мой вопрос заключается в том, а каким образом это возможно? Как получилось так, чтобы вот вы настолько зависите от своего супруга. И, соответственно, вам нужно этот вопрос задать себе. Если у вас свои интересы, если у вас в том, что сейчас у вас есть ребенок, хозяйство, в этом есть то, чего вы хотели сами или нет? Вот какой важный вопрос вам нужно в себе задать. И выстраивать конструктивную коммуникацию. Выстраивать конструктивную коммуникацию со своим мужем. Проанализировать то, как вы общаетесь сейчас, нести коррективы, дать некоторое время для того, чтобы семейная система изменилась. И потихонечку ваши отношения гармонизировать. Понимаете, да? Задайте себе вопрос, для чего вашему мужу чаще бывать дома? Для чего вашему мужу вас слушать? Не в том смысле, что вас не нужно слушать и не нужно бывать дома. А в смысле того, чтобы постараться увидеть его интерес. Именно интерес вашего супруга. Интерес вашего супруга в контексте вас, так сказать. Да? Вот. Вот это принципиально важный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. А если, если вы, ну как бы, уделите этому внимание свое, вот, если вы обратите на это свое внимание, то на мой взгляд, как бы, ситуация имеет все шансы на то, на то, чтобы стать лучше. Вот. Но оно совершенно точно не станет лучше, если вы будете своего супруга на что там уговаривать. Потому что любое давление вызывает только протест. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну и желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.